Глава округа Александр Цибульский ознакомился с работой станции по борьбе с болезнями животных. Ознакомительная экскурсия началась с посещения пункта временного содержания животных. Затем делегация отправилась непосредственно в здание лаборатории и лечебный корпус. Подробнее о том, как проходил визит в материале Ольги Русул. Высоких гостей постояльцы пункта временного содержания животных приветствуют громким раскатистым лаем. Ознакомительная экскурсия начинается именно с этого подразделения станции, так как от горожан часто поступают жалобы на ненадлежащее содержание животных. Из 40 отдельных боксов пустуют всего пару. И чтобы своими глазами увидеть, как живется собачьим сиротам здесь, Александр Цибульский лично заглядывает в вольеры. Для щенков и кошек на территории пункта оборудованы теплые балки. А потом вы раздаете их людям, да? Да, если их приходят, они приходят, забирают. Ну, в последнее время, да, активно так забирают, конечно, животных. Летом, в основном, такой мертвый период, когда практически никто никого не берет. Наоборот, стараются избавиться от животных. Далее делегация направляется непосредственно в основной корпус здания станции по борьбе с болезнями животных. В гаражных боксах губернатор осматривает технику автомобиля, в том числе для отлова безнадзорных животных, снегоходы для работы специалистов в деревнях. И так вот в несколько раз в мастер-кодах находится и все. Есть урана, есть такая техника. В 2015 году станция по борьбе с болезнями животных перебралась в новое здание. Старая постройки 1956 года уже не соответствовала современным требованиям. А лаборатория, построенная до войны, и вовсе была аварийной. В новом здании расположился Виварий. Его обитатели – баран, морские свинки, лабораторные мыши. И все необходимое, чтобы вовремя диагностировать и предотвращать опасные болезни. Лечебный корпус также оборудован всем необходимым, включая рентген, кабинет и УЗИ. Новое здание. Мы, конечно, очень были довольны в позапрошенном году. Новое здание, замечательно. Когда мы сюда переехали со старого. Подводя итог экскурсии, глава региона отметил отличные условия для работы окруженных ветеринаров. Кроме того, Александр Цибульский не нашел повода для жалоб на содержание собак и кошек в пункте временного содержания. Мне показалось, что в целом они очень нормально себя чувствуют. У каждого отдельная конуратом, если брать собак, даже вроде как теплая. Кошки в отдельном помещении. Ну да, немножко пахнет, конечно. Это, наверное, специфика работы, ничего с этим не сделаешь. В завершении визита на встрече с коллективом сотрудники станции по борьбе с болезнями животных рассказали главе о своих проблемах. У нас есть большая проблема – это дорога, которая ведет от развилки сюда. В этом году точно не начнем это делать, а в следующем году посмотрим. Я понимаю, где Сергей Хрисович показал по дороге. А клиенты? Проблема принята. Еще одна насущная проблема – нехватка кадров, особенно на селе. Чтобы привлечь специалиста в глубинку, его надо обеспечить не только работой, но и жильем. Кроме того, ветеринаров не хватает и в городе. По мнению главы, эту проблему решить проще, чем первую с дорогой. И подводя итоги визита, глава НАО отметил, что в округе немного учреждений такого уровня, которые оснащены необходимым оборудованием и отвечают всем современным требованиям.